В Люберцах состоялся турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф». Более 500 спортсменок из 30 регионов России поучаствовали в соревнованиях. Мечи, булавы, ленты, обручи. По каким критериям гимнасток оценивали судьи, узнавала наша съемочная группа. Главным судьей турнира в девятый раз стала Елена Розанова. Вице-президент Федерации художественной гимнастики Московской области. Программу, которую исполняют девочки, называют сложной. После Олимпиады помелись правила соревнований, они стали более жесткие. Очень много бросковых элементов. Сейчас, чтобы получить высокую оценку, надо бросать, бросать. И, естественно, чтобы бросать, надо ловить. Сегодня в гимнастике очень высокие технические требования. Но сложности девочек не пугают. Этим видом спорта Сара Александрова занимается уже 10 лет. В 4 года в гимнастику ее отдала бабушка. Теперь за плечами тренировки в Триумфе и Люберецкой школе Олимпийского резерва. Уроки у Елены Розановой. Сейчас я очень хочу, чтобы у меня получалась именно моя программа. Чтобы я достигала больших высот и стояла чаще на педестале. Первый год на базе Триумфа тренируется уроженка Краснодара Дарья Мерещенко. Но в осеннем турнире участвует четвертый раз. Раньше для этого девочка специально приезжала в Люберцах. Гимнастика началась для Даши, когда ей было 7 лет. Папа сказал, что я очень много болею. И мне нужно каким-нибудь видом спорта заниматься. И мама предложила художественную гимнастику. А я сначала подумала, что там надо рисовать. Но потом, когда пришла в зал и увидела ленты, мечи, лопарчи, мне очень понравилось. И я до сих пор занимаюсь художественной гимнастикой. Участницам турнира «Осенний триумф» от 7 до 17 лет. Их мастерство оценивали три бригады судей. Но главная победа – победа над собой. Для художественной гимнастики юные спортсмены и заслуженные тренеры нашли общее определение. Очень женский вид спорта. Очень красивый вид спорта. Привлекает всех. Этот вид спорта очень женственный, привлекательный. Очень-очень красивый. У тебя развивается все – женственность, красота и так далее. И если ты захочешь отвязаться от этого спорта, то это будет очень тяжело. Соревнования завершились объявлением победителей и вручением призов, подготовленных холдингом «Вертолеты России». Анна Трояна, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.